Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам сегодня. И я бы для начала хотела вас уточнить. Вам Крущев симпатичен как человек, как политик? Ну, он мне интересен как историческая личность. А вы хотели бы жить вот в то время, в то время надежд, той тепелем? С одной стороны, это, конечно, романтика, но вот хотел бы я его жить или лучше изучать – это вопрос. Сегодня мы поговорим с вами о причинах, последствиях и, собственно, оценке реформ Никиты Сергеевича Хрущева. Мы пытаемся понять, что вообще такое представлял из себя период Никиты Сергеевича Хрущева. Вот это славное хрущевское десятилетие, хотя длилось оно чуть больше, чем 10 лет. Ну, наверное, такое визуальное восприятие вот этого очень сложного периода – это, конечно, мы можем его увидеть в памятнике Никиты Сергеевича Хрущева, который установлен на его могиле в Новодевичьем кладбище, где белый мрамор перемежается с черным гранитом, а венчает все это такая напряженная бронзовая фигура самого Никита Сергеевича Хрущева. Вот это сочетание и черного, и белого как раз и характеризует очень ярко те непростые реформы, которые организовывал сам Никита Сергеевич и его команда, без которой он, конечно же, не мог бы реализовать всех своих начинаний. И в целом вот то очень сложное и такое дихотомичное время, о котором мы сегодня с вами и поговорим. Несмотря на то, что очень много что произошло в период правления Хрущева, достаточно мало сложилось действительно профессиональных, научных, да даже и публицистических работ, посвященных Никите Сергеевичу Хрущеву и его времени. Это работа американского исследователя Уильяма Таубмана Хрущева, которая была вскоре переведена на русский язык и опубликована в издательстве «Молодая гвардия». Вместе с тем, конечно, есть и российские исследователи, которые активно занимались этим периодом и занимаются до сих пор. Но все же по сравнению, конечно, с ленинско-сталинским периодом, по сравнению, может быть, отчасти даже с брежневским временем, Хрущевское время как будто бы немножко проседает в изучении. Вместе с тем, если мы обратимся к источниковой базе, мы увидим, что довольно большое количество источников уже и введено в оборот, и вводится, и, что называется, доступно исследователям. И вы можете, если имеете такое желание, конечно, прийти в архивы и познакомиться с выступлениями Никиты Сергеевича на пленумах, на конференциях, выступлений среди простых граждан, увидеть ту самую эмоциональность Хрущева и увидеть, как в реальности творилась эта политика. И именно вот это тоже, с одной стороны, противоречие, когда у нас доступен широкий круг источников, но в то же время остается довольно мало работ, посвященных этому периоду. Вообще, в целом, период Никиты Сергеевича Хрущева можно и нужно даже разделить на два основных таких отрезка. Собственно, период с 1953 года, со смерти Сталина, и до 57-58 года. 57-58 год – это одновременно и политические изменения, и в то же время это, конечно же, еще и очень важные экономические реформы, социальные реформы, о которых мы, конечно, поговорим. Ну и второй период – это период с 57-58 годов и вплоть до отставки Хрущева в октябре 64-го года. Я достаточно кратко попытаюсь их характеризовать. Вот первый период, наиболее, наверное, сложный, наиболее непростой, но очень важный для понимания того, что будет дальше развиваться в 57-58 годах и вплоть до 64-го. Понятно, что 53-й год, март, в буквальном смысле запустил программу реформ и в политике, и в экономике, и в тех же социальных отношениях, и во внешней политике. Казалось бы, смерть одного лишь человека, но понятно, какого человека – Сталина, она кардинальным образом изменила весь политический ландшафт, запустила новый цикл экономических реформ, позволила совершенно по-другому примерить иные правила игры в самых разных сферах. Ну, традиционно считается, что вот как раз, можно сказать, уже даже накануне смерти Сталина, то есть за сутки до его смерти, там были приняты очень важные политические перестановки, в первую очередь на персональном уровне, когда Маленков возглавил правительство, он стал председателем Совета министров СССР, Ворошилов возглавил Президиум Верховного Совета, а Хрущев тогда в соответствии с постановлением Бюро Президиума, кстати, последним постановлением Бюро Президиума, после этого этот орган был реформирован, было рекомендовано сосредоточиться на работе в ЦК, то есть, собственно, ему был отдан как раз на отпуск Центральный комитет, и во многом, кстати говоря, в первые месяцы, первые, можно сказать, даже полугодия после смерти Сталина, Центральный комитет оставался на второстепенных ролях по сравнению с тем, что было в сталинское время, ну и особенно, конечно, в довоенное время, когда роль Центрального комитета, естественно, доминировала. Тогда же, как принято считать в историографиях, сложилось, ну, кто-то говорит, коллективное руководство во главе с Маленковым, кто-то говорит о том, что сложилось две группы, так называемых старых, еще ленинских большевиков, ну, оставшихся при этом во власти, речь идет, главным образом, о Молотеве, Кагановиче, Микояне, и так называемых новых выдвиженцах, это речь идет, естественно, о Маленкове, Хрущеве, Берии, о Булганине, и, наконец, есть еще такое мнение, что был некий триумвират. В данном случае речь шла о Маленкове, Берии и Хрущеве. Ну, вот, буквально вкратце стоит сказать, что, конечно, центры принятия решений, вот, после смерти Сталина, они несколько сместились. Они сместились вплоть до того, что было непонятно, вот, а где, собственно, эти решения принимать. Например, Суханов, помощник Маленкова, как секретаря ЦИК, а затем как председателя Совета министров СССР, вспоминал позднее, что, например, Берия принимал какой-то там указ по МВД, а в тот же день, например, Маленков этот же указ отменял. Одновременно с этим Маленков запускается весной 53-го курса экономических реформ, главным образом направленных на удовлетворение, ну, скажем так, широкое удовлетворение потребностей советских граждан в самых простых элементарных вещах. Берия запускает свои реформы, связанные с реформированием национальной политики, с попытками реформирования в области внешней политики, ну, в частности, там, в отношении ГДР. И вот в этом смысле Никита Сергеевич Хрущев, что называется, отстает. Да, он не выдвигает в первые же месяцы после смерти Сталина каких-то принципиальных реформ, каких-то принципиальных решений. Отчасти это связано с тем, что Центральный комитет, как еще раз повторю, находился на таких второстепенных позициях по сравнению с Советом министров, где был аккумулирован в тот период, ну, собственно, основной центр принятия политических решений. Это с одной стороны. А с другой стороны, Хрущев, что называется, присматривался к тем реформам, которые проводили, ну, его политические соперники, реагируя на них, ну, там, в негативном ключе или, наоборот, беря что-то на вооружение и каким-то образом трансформируя, каким-то образом преобразуя. Основной своей реформой Хрущев как раз и развернется, ну, примерно с осени 1953 года к началу 1954. Почему? Ну, собственно, в сентябре 1953 года на сентябрьском пленуме происходит формализация утверждения Хрущева во власть. А именно, он назначается на пост первого секретаря ЦК КПСС. Никита Сергеевич таким образом становится как бы во главе всего ЦК, и теперь от его имени можно проводить действительно реформы. Основное внимание Хрущев направляет на решение не просто экономических проблем, но главным образом проблем, связанных с сельским хозяйством. И это не случайно. Почему? Потому что как раз в последний период с правления Сталина мы видим наибольшие проблемы, связанные с сельским хозяйством. Более того, в последний год с правления Иосифа Виссарионовича мы наблюдаем, когда происходит в буквальном смысле, ну, если не голод, то резкий товарный дефицит, когда не достает самых элементарных товаров в регионах. Немногочисленные потоки писем направляются в ЦК с конца 52-го, с начала 53-го года с просьбой помочь разрешить вот этот сложившийся товарный дефицит. Но в сталинское время вот с учетом вот той самой сверхцентрализации, плюс ко всему с усилением давления на сельское хозяйство, которое продолжилось в последние годы, конечно, речи о послаблении для сельского хозяйства не шву. Маленков как раз в своих реформах вот после смерти Сталина попытается запустить, попытается облегчить колхозам жизнь. Но это, как покажет практика, будет явно недостаточно, да. Все равно колхозы не будут в достаточном объеме давать необходимое количество сельхозпродукции, ну, главным образом, там, мясо, зерна. Так вот, Никита Сергеевич Крущев, он подходит более последовательно с точки зрения советской политики к решению сельскохозяйственной проблемы. Как ее решить? Решить ее, как предлагает Маленков, то есть путем вот таких реформ, маленьких шажков, которые могут помочь, что называется, развить эту сферу. Это возможно, но это не дает быстрого результата. Хрущев сосредоточен на том, чтобы результат был дан и как можно быстрее. И как раз именно сельское хозяйство становится той областью, где нужно и можно продемонстрировать это умение, что и выливается в знаменитую целинную эпопею. Ну, собственно, февральско-мартовский пленум ЦК 1954 года официально провозглашает сначала целинные эпопеи. Ну и, собственно говоря, Хрущев во время как раз проведения этого пленума даже встречается с первыми добровольцами, молодежью, которая отправляется на освоение целинных земель. Здесь, может быть, надо сделать небольшое отступление, сказав, что, конечно, освоение Целины – это не целиком хрущевская идея. Это, собственно, освоение Целины началось еще давно, еще до революции. Еще в Остолыпинское время в рамках переселения действительно рассматривались проекты по освоению Целины. И впервые наиболее мощная распашка Целины произошла в послевоенный период. Именно тогда, в сороковые годы, на севере Казахстана, произвели целинную распашку земель. И, действительно, тогда она дала свои результаты. Как даже считают отдельные исследователи, что отчасти вот именно то целинное зерно, которое добились в сороковые годы, во многом помогло погасить голод сороковых годов. Но, во всяком случае, после вот этой разовой акции об этой Целины эпопеи забыли. Забыли вплоть до прихода к власти Хрущева, который реанимирует эту идею. И тоже можно посмотреть, как он действует. Он, что называется, активно к этому подключается местных руководителей, ну, главным образом, руководителей Казахстана. И когда те, например, не соглашаются с его позицией, говорят, что, ну, целинная, скорее, негативно отразится на экономике республики, он просто ищет, там, на них компромат, убирается и ставит своих ставленников во главе Казахстана, которые будут реализовывать его идеи. Это очень показательная, на самом деле, компания. Почему? Потому что она дает, с одной стороны, нам возможность, как некого алгоритма увидеть, как в дальнейшем Хрущев будет реализовывать те или иные реформы, неважно, в сельском хозяйстве, в политической сфере, в сфере промышленности и так далее. Но самое важное во всей этой сельскохозяйственной эпопее Никиты Сергеевича Хрущева, что целина действительно ему помогла. Она помогла ему дать тот самый вау, огромный вау зерна, который и удовлетворит и внутренний рынок, и будет поставляться активно на внешний рынок. И таким образом, ну, что называется, политические очки Хрущева резко увеличатся. Он уже действительно выбьется в политические лидеры. Это позволит ему активно критиковать того же Маленкова. Плюс, отступая несколько назад, достаточно вспомнить довольно активную роль Хрущева в отстранении Берия, что тоже добавит ему очков. Отстранение произойдет еще в июне 1953 года. То есть, таким образом, постепенно, постепенно, Никита Сергеевич Хрущев будет набирать вот такой, не просто аппаратный, но именно политический вес, выбиваясь, несомненно, в политический лидер. Ну и, конечно же, несомненно, ключевым в первый период правления Никиты Сергеевича Хрущева станет 20-й съезд КПСС, собственно, произнесенный на 20-м съезде КПСС доклад о культе личности, который непосредственно станет той отправной точкой в процессах десталинизации, о которых мы поподробнее сейчас поговорим уже в рамках применительно ко второму периоду. Переходя к периоду с 1957 года, конечно, необходимо вкратце остановиться на очень важном событии, это июньском пленуме 1957 года и так называемой борьбе с антипартийной группой. Откуда появилась эта группа, можно задаться таким вопросом и увидеть, что она стала ответом на тот возросший авторитет с одной стороны Хрущева, а с другой все больше и больше его политическая самостоятельность, несогласованность вот в плане с коллективным руководством и попытки проводить какие-то собственные реформы. 1957 год стал той отправной точкой, когда неожиданно старая команда Маленков, Молотов, Каганович и, как традиционно писали в советских идеологических материалах, и примкнувший к ним Шипилов, собственно, ставленник Хрущева, которого Хрущев активно предвигал и которого считал, что вот это тот самый человек, на которого можно опереться, и тут вроде он подставляет, что называется, ножку Никиту Сергеевичу Хрущеву. Так вот, они выступают против Хрущева, фактически требуют его отставки. И отставка, возможно, бы даже состоялась. В принципе, точно так же будут развернутся события позже, в октябре 1964 года, собственно, ныне почему и приведут к отставке Хрущева. Но пленум, что называется, затянулся. Он же длился несколько дней, с 22 по 29 июня. И после, казалось бы, уже окончательных решений, неожиданно на пленум начинают приезжать местные руководители. Руководители обкомов, крайкомов, ЦК, Компартии союзных республик, которые, собственно, будут тем самыми людьми, которых Никита Сергеевич вот за тот небольшой период, но успел, что называется, всех поменять. Поменять по сравнению со сталинским временем. И понятно, они выражали чувство своей, там, благодарности и выступили за своего, ну, словно говоря, там, партийного шефа, поддержав его, а не антипартийную группу. И таким образом, собственно, казалось бы, начавшийся с триумфа Маленкова, Молотова и Кагановича и Шипилова разгром Хрущева закончился их полным поражением. Окончательно, можно сказать, Хрущев утверждается во власти уже в марте 58-го года в своей должности первого секретаря ЦК КПСС, он еще становится и председателем Совета министров СССР. И таким образом, как бы, замыкает в себе две ключевые должности. Должность политическую, то есть первого секретаря ЦК и важную должность государственную, исполнительную, председателя Совета министров. По сути, мы можем говорить, что второй период с 58-го по 64-й год – это время такого лидерства. Ну, кто-то говорит единоличного лидерства. С этим не совсем можно согласиться. Почему? Потому что по-прежнему Хрущев действовал в рамках команды. Ну, другое дело то, что команда, это мы видим по воспоминаниям, которые оставили его соратники и во время отставки Хрущева, во время Октябрьского пленума 64-го года. Мы увидим, что, конечно, эта команда, ну, не критично относилась к шагам Никиты Сергеевича. Она, скорее, что называется, заглядывала ему в рот, старалась всячески угодить. И сам Хрущев, он, конечно, не дорожил своей командой. Мы видим, как на протяжении 58-го, 64-го года он постоянно тасывал политические кадры. То сменяя, то назначая тех или иных лиц, то выдвигая, то задвигая одних и тех же политических деятелей, но не меняя свою фигуру, то есть оставаясь как бы в центре вот этой политической системы. Наверное, это вызывало, конечно же, некое неудовольствие, раздражение со стороны политической номенклатуры. Но, наверное, самое решительное такое негативное восприятие со стороны членов и президиума, и широкого круга номенклатуры ЦК вызвало решение, принятое на 22-м съезде КПСС, состоявшемся в 1961 году, который принимает решение о том, что необходимо производить сменяемость, о том, что необходимо делать ставку на молодые кадры. Была ли в этом необходимость? Конечно, была. И Хрущев пытался таким образом, ну, за счет вот такого рода шагов произвести, пускай механическое, но обновление. Но номенклатура, она оказалась, что называется, сильнее. Она оказалась вот тем самым костным основанием, хребтом, которому Хрущеву не удалось до конца свомить, и которая активно выступила против него в 1964 году. Конец 50-х, начало 60-х годов знаменовали собой и очень важные изменения в экономике, попытка экономических реформ. Чем же она была обусловлена? Ну, с одной стороны, мы видим, что, начиная со смерти Сталина, мы видим резкий подъем экономического развития. Впервые за все время существования Советского Союза, ну, по крайней мере, с 27-го, 28-го года, когда, собственно, началось там свертывание НЭПа, когда были приняты на вооружение там, пятилетние планы. Собственно, с этого времени мы видим, что впервые вторая половина 50-х годов – это пик развития советской экономики. национальный доход рос, ну, примерно, от 8 до, там, 9% в год. США, например, демонстрировал прирост национального продукта, ну, где-то в рамках, там, 2-3%. И это тоже казалось такой огромный, очень большой рост. Но мы видим, что постепенно этот резкий такой скачок в экономике, такое экономическое чудо, оно постепенно начинает стухать, оно постепенно уменьшается. Почему это происходит? В основе вот этого экономического чуда, конечно, лежали успехи сельского хозяйства, с одной стороны, и успехи промышленности, промышленного развития с другой стороны. Активная ставка на развитие, с одной стороны, легкой промышленности, которая была запущена Маленковым, а с другой стороны, ставка с 55-го года на развитие тяжелой промышленности, что в том числе приведется к активному внедрению, там, научных достижений в промышленности. Вот балансируя на этих таких качелях, то от легкой промышленности, то к тяжелой, как раз происходит фактическое смещение, постепенное стухание вот того самого экономического чуда второй половины 50-х годов. Его необходимо было решать. Как, собственно, его решал Крущев? Ну, главным образом он пытался решить проблемы сельского хозяйства, а они тоже уже к этому времени в значительной степени нарастали. Почему? Целина перестала давать то самое зерно в нужном объеме. В этом смысле показательно, например, 61-й год, когда ожидали, что там дастся чуть ли не 100 миллионов тонн зерна, а в итоге получили лишь только 30 миллионов тонн зерна, то есть только 30% от того, что ожидалось. Плюс ко всему, целина сама по себе начала истощаться, многочисленные полевые бури их приводили к тому, что фактически зерна становилось все меньше, меньше и меньше. И в итоге Крущев пытается это решить за счет административных мер, главным образом в отношении колхозов в центральной России. Каким образом? Начнется движение против личных подсобных хозяйств, тех очень важных участков для колхозников, ну, на которых, собственно, они выращивали все, что необходимо было им для личного потребления. Именно в этот момент, с начала 60-х годов активно будет проводиться кампания против торгашества. Ну, опять же, с чем она связана? С тем, что простые горожане наладят связи с колхозниками и таким образом будет у самих же колхозников покупать их продукцию. А вот Крущев попытается именно в 60-е годы это резко сместить, резко это уничтожить. Плюс, если Маленков, например, да и, собственно, сам Крущев в середине 50-х годов дадут довольно широкие полномочия колхозам, то как раз с конца 50-х годов мы наблюдаем обратный процесс. Эти полномочия будут у колхозов уменьшаться. Колхозники все больше и больше будут превращаться, ну, фактически, в таких государственных служащих. То есть, у них все меньше будет прав. А сами колхозы будут превращаться, ну, по сути, по своей сущности, в совхозы. То есть, через административные такие шаги Хрущев попытается решить проблему с сельским хозяйством. Ну, и плюс, конечно, попытки решить ее за счет таких мер, ну, фактически, такого фантастомагорического характера. В частности, попытка опереться на обещаниях дать и перегнать Америку по производству мяса, молока в самые кратчайшие сроки. Одновременно с этим, с попытками административно разрешить вопросы в сельском хозяйстве, Хрущев попытается вопросы решить и в промышленности, в управлении промышленности на местах, создав в 57-м году так называемые совнархозы, проведя экономически административную реформу. И на первых порах совхозы, главный смысл в них заключался в том, что это попытка децентрализации в управлении промышленности. Были уничтожены буквально там около 100-104 общесоюзных и республиканских министерств, которые управляли различными областями хозяйства. Так вот, они будут сокращены, вместо них будут созданы такие территориальные управления, как совхозы. И на первых порах, действительно, это будет плюс, но только на первых порах. Потом, как будут говорить, как будут писать исследователи, произойдет фактически усиление местнических начал, когда совхозы будут требовать перетягивать на себя одеяло, требовать увеличения своих прав, не считая запросами центра. И тоже необходимо решать эти вопросы. Хрущев тоже попытается решить это административно, фактически разделив обкомы, крайкомы на сельскохозяйственные и промышленные. И в какой-то момент действительно произойдет то, что фактически Никита Сергеевич начнет вызывать резкое отторжение как со стороны элиты, со стороны номенклатуры ЦК, которая не будет понимать, почему необходимо так часто производить сменяемость, почему их необходимо фактически разделять и выделять отдельно сельскохозяйственные и промышленные обкомы, таким образом уменьшая их права и функции. И это будет первая и самая важная группа. Негативно будет выступать против Хрущева вооруженные силы. Ведь известно, что с 1955 года и вплоть до начала 60-х годов Хрущев почти ежегодно будет сокращать армию вооруженные силы, что тоже негативно будет восприниматься. Негативно будет воспринимать интеллигенция, крестьянство, о котором мы говорили, и тоже понятно почему. Ну, колхозники. То есть в какой-то момент к 1964 году можно сказать, что Хрущев растеряет всю свою базу, на которую он когда-либо вот опирался, и которая, собственно, служила, толкала его вперед, и который он чувствовал эту поддержку. Что и приведет к самому логичному финалу, к отставке в октябре 1964 года, которая, кстати говоря, населением будет принято довольно спокойно. Переходя вообще к оценке реформ Никиты Сергеевича, конечно, стоит отметить, что на сегодняшний день мы можем увидеть и в исторической, профессиональной исторической литературе, и в публицистике, скорее, диаметрально противоположные взгляды на Хрущева. Есть как резко негативные взгляды, считая, что, ну, фактически, именно Хрущев и его правление стали той отправной точкой в развале советской социалистической системы, в развале экономики. Есть и весьма положительное восприятие, которое показывает, что Никита Сергеевич сделал очень многое. Даже у Никиты Сергеевича будут там свои, условно говоря, последователи, ну, в лице того же Михаила Сергеевича Горбачева, который неоднократно и в период, ну, если не перестройки, но уже после отставки неоднократно говорил, что именно Хрущевское десятилетие дало ему повод для того, чтобы понять, как и в каком ключе необходимо реформировать страну. В целом же, оценивая период справления Хрущева вот такой очень сложный, динамичный, ломанный, мы можем сказать одно, что, что именно Хрущев добился главного. Ну, во-первых, он провел в политическом отношении десталинизацию. Он провел демонтаж системы ГУЛАГа. Это самое, наверное, главное, самое, за что мы можем действительно сказать огромное, выразить огромное спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву. С другой стороны, Хрущев, наверное, оказался первым же советским лидером, который сделал ставку на развитие социального. И эта политика будет во многом продолжена уже в последующее время, ну, главным образом, в период правления Брежнева, Андропова и Черненко, ну, и станет одной из ключевых идеологических таких парадигм советской политики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова